Не прошло и полгода, после сообщения о находке половинки челюсти денисовского человека из Сяхэ в Китае, как исследователи благодаря ее анализу уже делают некоторые выводы, в частности, о связи между архаичными и современными популяциями в Азии. Недавно описанная челюсть денисовца из Сяхэ обладает необычной особенностью зубов, а именно нижним вторым маляром с тремя корнями. Обзор клинической и биоархеологической литературы показывает, что в азиатских популяциях частота трехкорневых зубов может превышать 40%, а в неазиатских популяциях частота колеблется от 0 до 3,4%. Третий корень – это не просто раздвоение кончиков двух корней, хотя встречается и такое. Третий корень может быть довольно маленьким и составлять примерно одну треть от размера нормального корня. У современных людей третий корень обычно встречается в первом маляре нижней челюсти, но также может встречаться и во втором и в третьем малярах, как с одной стороны, так и с двух. Есть описанный случай, который показывает двухстороннее развитие у обоих близнецов, что предполагает генетическую основу. Обширные клинические и биоархеологические исследования подтверждают редкость третьего корня за пределами Азии и обеих Америк, что не может быть объяснено одной только мутацией. Высокие частоты третьего корня в нижних малярах у северо-восточных азиатов и коренных американцев являются важной характеристикой, связывающей происхождение коренных американцев с Азией. Но несмотря на высокую частоту встречаемости в современных азиатских популяциях, трехкорневые зубы не обнаружены у самых ранних Homo sapiens из Азии и Африки или азиатских Homo erectus. Хотя раздвоенные корни, напоминающие третий, были описаны по нижней челюсти из Джоу Коудяня. Однако исследователи отмечают, что отсутствие рентгенографии многих образцов и отсутствие оригинальных останков из Джоу Коудяня делают этот вывод предварительным. До недавних находок самые ранние примеры Homo sapiens с трехкорневыми зубами были обнаружены на острове Палаван, Филиппины, где имеются слои с ископаемыми останками возрастом от 9 до 47 тысяч лет, а также из более современных погребений. Долгое время считалось, что распространенность трехкорневых нижних маляров в Азии является относительно поздним приобретением, уже после расселения анатомически современных людей. Тем не менее, наличие трехкорневого нижнего второго маляра Усяхэ, тибетского денисовца возрастом около 160 тысяч лет, свидетельствует о более древнем появлении этого признака. Хотя важно отметить, что первый маляр у этого денисовца имеет два корня. Недавно описанный фрагмент нижней челюсти Пэнху-1 из Тайваня, возраст которой колеблется от 190 до 10 тысяч лет, также демонстрирует наличие у маляра третьего корня. Челюсть Тайваня сохраняет архаичные черты, включая отступающий подбородочный симфиз, в котором отсутствует подбородок, толстый корпус нижней челюсти и крупные коренные зубы, похожие по размеру на денисовские. Подобнося Хэ, эти исключительно большие маляры связаны с врожденным отсутствием у гоминида третьего маляра. По этим причинам, как уже упоминалось, есть предположение, что Пэнху-1 также может быть тесно связан с денисовцами. Обе нижние челюсти показывают, что маляры с тремя корнями появились в Азии задолго до прихода туда анатомически современных людей. А к современным азиатам этот признак попал благодаря потоку генов от денисовцев. Ранее уже было отмечено, что денисовцы поделились своим геномом, включая и высотную адаптацию, которую разделяют алтайские денисовцы и современные тибетцы. Важно отметить, что непальцы также демонстрируют довольно высокий показатель распространения трехкорневых маляров в Восточной Азии до 25%. Как и мутация, связанная с высотой, которая сохраняется благодаря положительному отбору, высокая частота зубов с тремя корнями в Азии может быть связана с сохранением признаков, относящихся к более древним видам в популяциях с сильной жевательной нагрузкой. Такой отбор также объясняет более низкую частоту трехкорневых зубов в современных популяциях с более высокой долей денисовской ДНК, как к примеру, в Австралии и Новой Гвинеи, где жевательная нагрузка явно меньше. В качестве альтернативы частота аномалий трехкорневых зубов может отражать косвенное влияние, обусловленное отбором и по другим признакам в Северной и Восточной Азии, а также Америке. Но независимо от причины, исследователи утверждают, что нижние маляры с тремя корнями у современных людей могут быть ясно прослежены к архаичной примеси с денисовцами. Таким образом, ученые сообщают, что теперь у них есть очень четкие доказательства того, что поток генов между архаичными группами гоминид и сапиенсами привел к передаче морфологических признаков, которые можно определить. Недавно описанные находки сапиенсов в Азии с примитивными чертами также связывались со смешением с архаичными популяциями. Были предположения, что архаичные черты у современных азиатов могут быть связаны с плейстоценовыми азиатскими эректусами. Но авторы данного исследования полагают, что и они могли быть унаследованы от денисовцев. Кстати, после прочтения данной статьи в начале июля, я автоматически начал вспоминать, а сколько корней было в удаленном у меня 10 лет назад нижнем малярее. Кто начал задумываться над этим вопросом, отпишитесь в комментариях. Хоть я и осознаю, что количество корней практической пользы мне не принесет, но это происходит автоматически, как и после статьи о влиянии неандертальской ДНК на форму черепа. Также хочу отметить, что я слежу за новостями касательно описанных черепов из Греции, как принадлежащих самым древним сапиенсам за пределами Африки, возрастом более двухсот тысяч лет. Но учитывая шквал критики от специалистов, решил дождаться работы от еще одного коллектива исследователей с иным мнением, которое еще не опубликовано, потому как некоторые авторы этих сенсационных исследований были замечены и в других работах, связанных с максимально ранним появлением сапиенсов. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.